Всем приветушки! Привет! Да, мы сейчас вышли погулять. Уже опять 5 часов вечера, опять мы в то же время выходим. Да, сегодня мы куча чем-то занимались. Мы как перейдем домой, мы вам расскажем, какая жесть у нас была с утра. Да, у нас все, что мы, наверное, полдня потратили, реально полдня мы потратили на покупку билетов. Да, но мы вам расскажем, как придем, потому что сейчас неудобно. Там очень долгая история. Очень. Продолжение следует... Продолжение следует... Погода сегодня нелетная. Мы зашли в кафе. Красивые десерты. Ладно, они не очень красивые, но очень вкусные, я уверена. А еще американские печенья. Кексы и кексы и куча кофе. Куча. В общем, я взял кофеюс кука. Это на латышском будет вот это. Как оно будет на русском, я не знаю, ребят. Пусть на? Это с кремом? Телегенно. Мне кажется, здесь сейчас сгущенка. А я взяла себе шоколадное печенье, американское, классическое. Такое. И еще мы взяли себе латыш. И здесь удобные плесни. Такие. Да, там еще такой диванчик. Стас, скажи, привет. Привет. Тебе нравится здесь? Да, здесь все такое потертое. Сомнительное преимущество кафе. Тут все такое потертое. В общем, мы уже дома. И я, как обещал, расскажу, какая жесть с нами была утром. Как мы покупали билеты. Покупали. В общем, мы у нас в апреле с 9 по 16, что-то типа такого. Здесь получается Пасха. И у нас выходные. И мы сначала вообще планировали ехать на выходные на эту неделю. То есть, домой. То есть, либо домой в Киев, либо домой к моей маме. Где она живет в Марбее, возле Малаги. Вот. И давай вообще искать билеты. Сначала смотрели в Марбею. Вот. Там через Барселону или через Мадрид. Потом в Малагу. И там вот радужком уже Марбея. В общем, мы ничего не нашли. Точнее, билеты есть в Малагу. Но они очень-очень дорогие. Вот. И мы, ну, как бы не расстроились. Потому что еще есть, как бы, можем еще в Киев поехать домой. Начали смотреть билет в Киев. И он оказался 375 евро с двоих туда и назад. В общем, дороговато он оказался. И мы такие вот сидим, думаем, блин, что делать. Ну, что вроде туда и туда лететь очень дорого. А как-то на Пасху хочется куда-то поехать, где-то что-то посмотреть. И мы решили посмотреть вариант с Парижем. Потому что у нас там живут друзья. Мы там уже один раз были. И мы просто им написали, свободно ли они, можно ли мы приедем. Они, естественно, написали, с радостью приезжайте. Вот. И мы начали пробивать туда билеты. И вот здесь начинается интересное. Потому что билет в Париж стоит дешевле, чем билет в Киев. Хотя в Париж мы должны лететь через Киев. То есть, получается, Рига, Киев, Париж, он стоит дешевле, там, получается, 300 евро, чем прямой Киев-Рига, который стоит 375 евро, как я уже говорил. То есть, очень странно, потому что два рейса через Киев стоят намного дешевле, чем просто прямой рейс в Киев. В общем, вариант с Парижем нам подошел. Тем более, в Киеве у нас пересадка, а когда мы летим в Париж 6 часов, и когда мы летим назад в Ригу, там, получается, целый день. Вот. А так как мы живем в Киеве, мы еще можем увидеться с родителями. Вот. Поэтому этот вариант нам подошел. И мы, в общем, давай покупать билеты. Вот. Когда я уже дошел до того момента, где нужно прям вот последнюю кнопочку нажать, забронировать, уже ввел всю информацию, ко мне подошел Стас и попросил дать мою карточку для того, чтобы заплатить за парковку. Вот, я с карточкой, мы за нее платим. Вот. А я не могу за нее заплатить, потому что карточка испанская, и мне приходит на испанский номер смс. И я давай со своего телефона доставать латышскую карточку, вставлять туда испанскую. Туда приходит смс с кодом. Стас смотрит, ну, берет этот код, там, платит за парковку. Вот. И как только я ему показал этот код, мне звонит по вайберу мама на телефон. Я беру трубку, ничего не подозревая, разговариваю с мамой секунд, там, не знаю, 15-20. И тут вдруг я понял, что я разговариваю с мамой через интернет с испанской карточки. И я понимаю, что у меня сжираются деньги бешеными темпами, потому что это роуминг. Я быстро выключаю, достаю испанскую карточку, назад вставляю латышскую, перезваниваю маме, то есть, все договорил, все нормально. Вот. Думаю, ну что там, на 15 секунд поговорил с испанской, думаю, там не должно много снять. В общем, все, поговорил с мамой, давай дальше покупать билет. Снова нажимаю на кнопочку купить билет, и мне опять пишет, что должен прийти смс-код с подтверждением на испанский номер, потому что карточка испанская. И вижу, что что-то не так, потому что пишет, нет связи. Хотя, вроде, недавно я вставлял испанскую карточку, чтобы показать, там, Стасу в смс-код. Вот, и все работало. Сейчас просто не находит никакую связь, просто пишет мне не в сети. А мне-то нужно заплатить за билет, мне даже на этот номер прийти код. В общем, мы с Катей давай разбираться, что случилось, где-то, наверное, час, часа полтора. Мы пытались найти номер, там, службы поддержки для клиентов, этого оператора испанского. Там фиг найдешь этот номер. Короче, это все у нас заняло очень много времени. И потом нам уже операторы, когда мы с ним связались, сказали, что у нас минусовой баланс. Потому что я разговаривал, когда я разговаривал с мамой, естественно, снимались деньги. В общем, мы пополнили счет, и давай заново покупать. И потом Катя начала разговаривать со своей мамой, с папой, потому что, ну, там вообще спросить, как они относятся к идее, что мы поедем в Париж. Потом я позвонил своей маме снова, еще раз поговорили. В общем, это все у нас заняло очень-очень много времени. И в итоге, когда уже все согласовали, уже точно покупаем, наверное, число, прошло часа, наверное, 3, да, так сказать? Ну, в общем, очень много времени прошло. Все, и уже пришел мне код, все, уже отлично, я нажимаю купить. И то время, пока мы все это ждали, обсуждали, рейс поменялся. То есть, мы так и не поняли, что произошло. Либо рейс поменялся, либо просто билетом не оказалось. В общем, выбилось сообщение, что нам нужно искать другой рейс. Фу, блин, это был капец, потому что мы начали снова искать билеты, снова смотреть варианты, чтобы остаться в Киеве, там, чтобы была пересадка подольше, чтобы мы могли встретиться с родителями в Киеве. В общем, вроде нашли похожий рейс, он, правда, был там на 10 или на 15 евро дороже, но мы уже такие, блин, фиг с ним, мы целый день билет покупаем, блин, уже на улице хочется выйти погулять. В общем, все, купили хороший билет, похожий на тот, который мы хотели купить раньше. И нам приходит билет на почту, мы сверяем данные, и я вижу, что написано, что наше гражданство это Эстония. Ааа, мы вообще, блин, у нас просто был ступор, потому что мы целый день хотели покупать билет, целый день его покупали, и в итоге нам пришел билет с гражданством, с эстонским гражданством. Я думаю, что это была все-таки моя ошибка, потому что я уже, я там миллион раз эти данные уже вводил, и последний раз, когда я вводил, я уже все на автомате делал, и, наверное, пропустил это поле с гражданством, и оно там, наверное, стояло по умолчанию, Эстония, я не знаю. В общем, гражданство у нас в билете эстонское. Я написал уже авиакомпании, вот, они вроде как ответили, что нужно поменять через сайт. Я вроде как поменял, но нам еще не пришли билеты правильные. В общем, да, в общем, вот такие вот у нас сегодня дела. И этот весь процесс вообще вот от идеи покупки билетов куда-то на Пасху, и уже от, собственно говоря, от покупки этого билета, у нас занял где-то с 12 утра до 5 вечера. Да, да, вот так вот мы сегодня целый день этим занимались. Но, слава богу, что в итоге у нас уже все получилось. Вот, мы ждем правильный билет с правильным гражданством. Вот такой вот у нас выдался денек сегодня с Катькой. Мы будем ложиться спать. Мы желаем вам такой погоды, о которой вы мечтаете, потому что мы, на самом деле, о такой погоде, которая была сегодня в Риге, мечтали. Когда были в Барселоне, нам повезло, потому что, когда мы были в Киеве, там была более-менее такая же погода. И сейчас в Риге тоже снежок. И нам пофиг, что сегодня 6 марта, а на улице снег, зато красиво. Всем пока, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok